Горьковский автозавод объявил цены на фургон «Соболь-Н» на новой платформе коммерческих автомобилей. Базовая версия заднеприводного цельнометаллического фургона стоит 2,695 млн. рублей, согласно данным автопроизводителя. Версия «Комби» с двухрядным салоном стоит 2,9 млн. рублей. Все версии оснащаются дизельным двигателем «Каменс» из в 2,8 китайского производства в паре с российской шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Внешне «Соболь-Н» выглядит как уменьшенная копия «Газели-Н». Объем грузового отсека составляет 5,1 кубометров, у обычного цельнометаллического фургона до 7,8 кубометров. Можно заказать модификацию с двухместной кабиной и полной массой 2490 кг, чтобы избежать ограничений движения в городах для грузовиков. «Соболь-Н» стал дальнейшим развитием новой платформы коммерческих автомобилей «Газ». Выпуск линейки начинается с грузового и грузопассажирского фургонов, затем появятся другие модификации. Горьковский автозавод провел модернизацию производств, установил новое оборудование. Инвестиции на реализацию проекта составили порядка 3,25 миллиарда рублей, из которых 828 миллионов рублей были привлечены из Федерального фонда развития промышленности в виде займа. Президент компании Вадим Сорокин заявил, что «Соболь-Н» займет место зарубежных аналогов, покинувших рынок, в сегменте доставки и онлайн-торговли. По его словам, локализация автомобиля составит до 83% за счет применения в дальнейшем собственного бензинового двигателя и нового легкого дизельного двигателя, который планируют производить на мощностях Горьковского автозавода. Этот коммерческий автомобиль критически не зависит от поставок комплектующих из-за рубежа. Среди планов группы «ГАЗ» также выпуск в 2024 году газопоршневых моторов, работающих на водородном топливе. Через 18 месяцев начнутся его испытания этих двигателей, пообещал гендиректор силовых агрегатов группы «ГАЗ» Константин Рухани. Ранее из-за санкций Евросоюза австрийская «Стейр» отказалась от сборки российских моделей «ГАЗель-Н» и «Соболь-Н» в 2023 году. Кроме того, австрийцы отказались от выпуска и низкопольных электробусов «ГАЗ-ИСИТМ-Х9» и «ИСИТМ-Х12». Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, 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 Дзен и Телеграм ВКонтакте